Девчонки, мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свой очередной заказ с сайта Shein. Сейчас две вещи одеты на мне, надеты, одеты на мне. Это вот такая вот кофта, очень красивая, яркая, красочная. Мне говорят, что такие именно мне оттенки идут, яркие, колоритные, поэтому я в последнее время стараюсь себе заказывать сочные цвета, ярко-желтые, горчичные, неонового цвета, есть лаймы, есть фиолетовые, такие фуксии цвета. То есть я стараюсь одеваться более ярко. То есть в последнее время я заказываю вещи более ярких оттенков. Возможно, это еще из-за того, что у меня цвет волос, он сейчас светлый. Вообще, те, кто смотрит меня давно, знают, что до этого я была выкрашена долгое время в черный цвет. И по черный цвет можно было одеть абсолютно всю одежду, и ты как-то и выделялась. То есть яркая достаточно была. А потом, когда я уже, это мой естественный цвет волос, кто бы что ни говорил, потому что кто-то мне пишет, что, Настя, ты врешь, потому что у тебя видно какое-то мелирование. Мелирование у меня естественным способом получается, потому что я на солнце, когда нахожусь, у меня сжигаются летом верхние волосинки, да, и такое ощущение, как будто бы я мелировалась. Нет, это у меня уже давно отрос мой, я уже не крашусь, наверное, лет 5, отрос мой естественный цвет волос. Пока не планирую, может быть, как-то, я не знаю, у меня душа будет к экспериментам готова, и тогда я что-нибудь сделаю. Меня устраивает сейчас, нет желания, не хочется время постоянно тратить на какое-то подкрашивание волос. Я помню, знаете, мне, наверное, настолько все это надоело, я каждый, не знаю, месяц мне приходилось подкрашивать. Сначала меня это делала мама, потом мне приходилось искать мастера какого-то и так далее. То есть, это очень такая, знаете, нудная процедура, когда не твой естественный цвет волос, ты постоянно его подкрашиваешь. Поэтому я решила пока походить, и это мое пока растянулось на 5 лет, может быть, даже больше, я, честно, не помню. Вот, ну так вот, приступик к покупкам. Это кофточка яркого цвета, вот мне вещи сейчас подходят, такие броски. И рукава, колокольчики, за счет того, что у нее колокольчики и рукава, она смотрится очень-очень женственная, хотя достаточно свободная. Если мы возьмем материал, да, то по качеству, скорее всего, это больше похоже на синтетику, но не вотгольная синтетика, потому что, знаете, он такой приятный. Есть синтетика, которая скользит, и которую ты одеваешь, и она у тебя начинает магнитить все, все волосы, волосы дымом стоят, резко идет. Нет, все-таки, наверное, здесь какая-то есть дуря хлопка, а может быть, это и вообще хлопок. К сожалению, здесь сейчас найду какую-нибудь бирку, откопаю. И, может, приятно удивлюсь. Ничего не написано, девочки. На сайте должна быть информация, потом меня спрашивают по поводу размера. Я всегда беру самый меньший, который есть на сайте. Это либо XS, либо S. То есть я смотрю, если очень мне вещь нравится, то я заказываю S, да, если нет в наличии XS, то вынуждена брать S. А так, при всех остальных случаях, беру самый маленький размер, кроме верхней одежды. А потом сейчас на мне еще вот эти вот сережечки в виде сердечек. Эта коллекция была выпущена ко дню влюбленных. Я вообще еще заказывала свитер и специально заказывала сережки к этому свитеру, но, к сожалению, свитера не оказалось. Он был белого цвета, и тут были на нем сердечки. То есть эти сережки идеально бы вписались в этот свитер, в этот образ. Ну, ничего страшного, даже вот смотрите сейчас. Возможно, кто-то скажет, что я немножко переборщила с красным. Вот. Но для видео почему бы и нет. Для каких-нибудь посиделок с друзьями, выйти, может быть, даже в кино с любимым, куда-нибудь в театр. Или просто в ресторанчике, в кафе посидеть. Но это мои такие мечты после того, как закончится вся эта вакханалия. И, ну, вообще в гости сходить даже в таком образе. Тут, тут, тут. Если честно, смотрю, мне так нравится. Вот. Сережки, они, знаете, как будто бы бархатные. Они тяжелые, несмотря на то, что длинные. Здесь целых два сердечка. Но эти сердечки, они, скорее всего, внутри полые. То есть, уши у меня не отвисают, не болят. То есть, я вообще практически их не чувствую. Они как пушинка. И мне нравятся вот такие вот височки, потому что они в целом делают образ очень женственным. Потом еще, что я с этого сайта заказала, это вот такую вот штучку. Единственная. Я все пыталась посмотреть, как же она будет выглядеть. Это модная достаточно штука, которую нужно одевать летом на открытую одежду. Она многослойная. Скажем так, состоит из трех цепочек разной длины. И, по идее, каждая цепочка, удлиняясь, должна опускаться в центр груди. И, по сути, вот видите, вот они вот такие вот цепочки красивые. Я потом вам как-нибудь в одном из влогов покажу, потому что мне нужно посмотреть инструкцию на сайте. Ссылочку-то я вам оставлю, и там должно быть показано, как все это дело выглядит. Но я что-то пыталась приспособиться перед съемкой, и до конца не могла понять. Вот, наверное, как-то это одевается вот так вот. Две штучки должны быть посередине, а одна штучка прям должна спускаться прям вниз груди. Такие вещи еще одевают на топики. Есть топы, как типа боди, вот, сдельные с трусиками, либо, допустим, под купальники. Очень красиво на пляже смотрятся вот такие вот украшения. Потому что, если вы оденете, ну, в принципе, поверх любой другой одежды, например, опять же, вот этой вот можно одеть. Ну, симпатичнее, конечно, смотрятся вот такие вот вещички, такие аксессуары на пляжу. Вот видите, она серебристая, была в оттенке золота и в оттенке серебро. Если есть что-то серебряное, я серебро беру, потому что как-то золото я не особо жалую. Я не люблю металл, сделанный под золото, никогда не любила желтое золото. Вот, предпочитаю как-то светлые вот такие вот металлы. Я беру либо... брала всегда либо украшение серебра, либо имитацию под серебром. Еще из этого сайта я заказала сумку, черную обычную сумку. Единственное, вот здесь вот все, забыла, как их называют, они желтого цвета. Тоже предпочитаю, если есть выбор, если мне понравилась вещь, брать с железными элементами под серебром. Вот, господи, вот иногда, знаете, вот бывают периодами, день снимаешь, у тебя идет все как по маслу, речь прям течет. Другой день снимаешь, вообще словарный запас как будто бы ноль вообще, мозг выключен, и ты не можешь вспомнить, мало того, что ты не можешь вспомнить. Вот как эти штуки называются, вот, не аксессуары, фурнитура, о, фурнитура, девчонки, фурнитура под золото сделана. Но бывает, если в Китае заказываешь вещи, фурнитура, знаете, такой ядреный желтый цвет, прям вот блестит, и вот сразу этот цвет удешевляет, оттенок удешевляет вещь. Вот, а здесь он такой, знаете, приглушенный, незаметный, неплохая достаточно сумка. Она среднего размера, что мне еще понравилось, и при всем при этом держит дно. У нее дно есть твердое, плотное, и здесь единственное на заклепочку сумочка открывается и закрывается. Никакого материала внутреннего подклада нету, нету никакого замочка. В принципе, для меня, человека, который ездит на машине, эта сумка подойдет. Для людей, которые ездят на общественном транспорте, скорее всего, я бы не стала брать, потому что я так предполагаю, что после того, как мы выйдем все из карантина, участятся случаи краш. Уже сейчас, допустим, сегодня мне позвонили мошенники якобы из Сбербанка, представились службы безопасности, прям причем обратились по имени-отчеству, да. И единственное, я как бы бросила трубку, я даже не стала, но я понимала, кто это, потому что меня так подругу развели на 5,5 тысяч рублей, причем сумма такая стандартная. Они звонят и говорят, Анастасия Ивановна, мы вам звоним, это вам звонит служба безопасности Сбербанка, у вас сейчас выполнен перевод с вашей карты, и мы хотели бы подтвердить этот перевод на сумму 5, и я взяла, просто выключила телефон. Вот если вы заранее быть готовы, у меня еще просто лежала на зарядке, лежала камера, в этот момент я по телефону, естественно, разговаривала, то есть снять не было возможности. Прям вот единственное, хочется задать вопрос, вот мне хотелось, вот звонит где-то примерно по голосу возраст от 20 до 30 лет, то есть молодой там человек, да, вот сказать бы. Ну вот не стыдно, я понимаю, что, конечно, такой категории людей абсолютно не стыдно той, чем они занимаются, но мне прям вот это вот свербит, вот это вот состояние несправедливости, потому что в основном попадутся на эту удочку какие-нибудь бабушки, дедушки, у которых до сих пор вот это вот, знаете, еще менталитет остался, еще вот это вот поколение старое нашей закалки, которые не готовы вообще к реалиям этого мира и которые очень доверчивые и, знаете, они такие боязливые, у них уже нарушена очень сильно психика и мне безумно, вот мне до слез прям безумно жалко бабушек, дедушек, поэтому обязательно девчонки предупредите, позвоните. Я тоже позвонила родителям, маме позвонила, сказала, что будь осторожнее, если тебе будут звонить со Сбербанка, даже не разговаривай с ними. Хотелось пристыдить мне, понимаете, мне хотелось на камеру записать это все и спросить у человека, вот если твоей бабушке позвонят, у него нежели не стыдно, вот нежели не думаешь о том, что жизнь, она в принципе длинная и все это вернется. Но, к сожалению, в таком возрасте люди еще не совсем понимают, еще мало прожито, мало опыта получено, поэтому навряд ли они задумываются о последствиях своих действий. Вот, молодозелена, как говорится. Сумка регулируется по длине, потому что здесь вот есть ремешок. Ремешок, кстати, из ткани, он не из материала из-за этого, но такая, знаете, простенькая сумка. Мне нужна была на смену моей черной сумки, чтобы я могла положить сюда кошелек, камеру свою, там, телефон. И мне еще хотелось, чтобы она была немножко такого полуспортивного стиля, потому что часто в последнее время одеваю какие-то костюмы, чтобы сумка соответствовала образу. Она не классическая, то есть если бы я одела, например, вот эту вот кофту, то, скорее всего, я взяла бы сумочку, которую можно было носить в руках, да, под туфельки какие-нибудь, либо под сапожки. Вот эта вот сумка больше, скорее всего, подходит под такие полуспортивные костюмы свободного стиля. Еще, что мне понравилось с этого сайта, и от чего я в восторге, впервые заказываю обувь. И обувь всегда страшно заказывать, потому что это не одежда. Если кофта на тебе сядет как-то не так, будет что-то давить, более тесно, более узко, это не так критично. То есть если ты вдруг ошибешься на размер, и возьмешь на размер побольше, либо на размер поменьше, в любом случае ты влезешь. Но обувь это такая вещь, что у тебя она должна быть на ноге комфортно, ничего нигде не должно давить, нигде ничего не должно жать. Потому что стопа, если вы хоть чуть-чуть, вот я раньше, если честно, об этом не задумывалась, с молодостью вообще мало о чем задумываешься. Если ты носишь обувь, которая тебе тесна, хоть чуть-чуть, у тебя со временем так или иначе будет деформироваться стопа. И одна из распространенных причин, почему начинает расти косточка с возрастом, это какая-то некомфортная, неудобная, тесная обувь. Так вот, я ориентировалась на отзывы, которые вставлены на сайте, я старалась брать только ту обувь, которая уже была опробована теми людьми, клиентами этого сайта. И я заказала 38 размера, то есть почитав отзывы, я заказала на 2 размера больше. Я обычно ношу 36 размер, на этот раз я заказала 38 размер. Они чудесным образом выглядят, вот посмотрите, выше всяких похвал. Единственное, вот это вот подошва, сейчас очень, скажем так, распространены и популярны кроссовки с облегченной подошвой, которая сделана из облегченной резины. Вот здесь вот подошва, она, конечно, тяжеловатая, то есть я привыкла к легкой подошве, как в тапочках, то есть это кроссовки, в которые ты ходишь, как в тапочках. А здесь все-таки она такая тяжелая и причем, видите, платформа очень большая такая. Но с другой стороны будете ходить там по лужам, хотя быстро запачкаете, и у вас ноги не промокнут. Нормально мне по размеру, вот самое то, я уж подумала, как можно было бы вообще 39 размер заказать, но, наверное, это слишком. В принципе, на мою не очень широкую ногу, на среднюю ногу 38 размер, на 2 размера, на 2 размера больше. Выполнено они просто идеально, качество шикарное, нигде нету клея, вот посмотрите, идеально просто выполнено, не аккуратно, нигде клей не выглядывает. Вот эта вот часть, она сделана под бархат, как бы, ну вот, под, не бархат, а под замшу. Эта часть, она под кожу выполнена, везде все прошито. Вот эта вот часть ткань, она из дышащего материала, тут сеточка, тут подследник тебе, просто шикарнейшего качества. Я, впервые заказав обувь, во-первых, не прогадала с размером, а во-вторых, прям довольна тем, как они выглядят. То есть, вот могу смело рекомендовать, тем более, за такую цену, увы, обувь в наших магазинах сейчас не найдете, к сожалению. Потому что все кроссовки, не кожаные, они стоят вот подобного рода и подобного качества, ну, наверное, 2,5-3 тысячи точно будут стоить. Продолжение следует...